В Панаме на Тихоокеанской стороне есть всего 4 марины, из которых 2 находятся прямо в Панама-Сити. Одна находится на расстоянии 40 морских миль на запад. Одна чисто формально находится на островах Лас-Перлос, но про нее я тоже должен упомянуть. Две якорных стоянки, которые находятся возле марин. И одна стоянка на Буях, Бальбо Яхт Клаб. Про это сегодня будет идти речь. Ну что народ, после нашего вступления, я надеюсь вы поняли, что вы находитесь на канале Капитан Герман. И тема нашего сегодняшнего выпуска будет где стоять на Тихоокеанской стороне. Перешли вы в Панамский канал, либо пришли со Штатов, в любом случае вы находитесь в Тихом океане. Об этом сегодняшний выпуск. Готовы? Погнали! После того, как вы проходите Панамский канал, самая первая стоянка на Буях это Бальбо Яхт Клаб. Далее идет Марина Ля Плаита. И возле нее великолепная якорная стоянка, которая защищена от северных ветров. Далее идет Марина Фламенко. После нее большущий, огромный, самый известный якоринг. Это якоринг Лабриса. Итак, самое первое место, о котором мы будем с вами говорить, это Бальбо Яхт Клаб. После прохождения Панамского канала вы проходите мост, поворачиваете на порт сайт, договариваетесь с Бальбо Яхт Клаб и привязываетесь к Бую. Можете привязаться к любому свободному и потом уже дальше по радио с ними договориться и они вас переставят. Расположение хорошее. Инфраструктура в Бальбо Яхт Клаб не подходящая. Скажем прямо на троечку. Безопасность 4, просто за счет того, что много лодок, которые ходят мимо. Случаев, чтобы что-то с лодки пропало, я не слышал. Питание здесь достаточно сложно. Есть два ресторана. Один в Яхт Клубе, который почему-то был закрыт каждый раз, когда я приходил. И второй TGI Fridays с ценами, которые сильно высокие. Доступ для закупок, как и все, что расположено на Коузвей, вам придется ездить в город. Но здесь это везде, так, где бы вы ни стояли. Возможности ремонта здесь очень ограничены. Я бы за ремонтами ехал вниз по Коузвей. Транспорт здесь работает хорошо везде. Uber и поехали. Защита от волн тут отвратительно, потому что вы стоите прямо посреди трафика. И вас болтает со стороны в сторону ужасно. А защита от ветра здесь хорошая. Ну, еще из минусов, наверное, это шум самолетов, которые заходят на посадку. Потому что недалеко совсем от Бальбоа Яхт Клуб находится аэропорт. Входим, мост, Лос Америкас. Вот Дина тут педали крутит. Все еще. Все еще. Ну и вот мы сейчас подходим к Яхт Клуб. Вот он у нас спереди. Ну, привязываться к бую, потому что здесь буйевая стоянка. Там спереди вот эта синяя лодочка вдалеке. Это те, которые, собственно, нас будут ставить сейчас на буй. Они сейчас нам помахали руками, мы к ним едем. Тебя еще понимал, что они там делают? Эти странные люди. А вот буй. Я думаю, что ты ему, наверное, веревку должна будешь дать. Он тебе говорит, ты ему бросай, он тебе его обратно отдаст. Ну вот все, вот так вот привязали лодку. Этот буй нам не подходит, нас ставят на другой, потому что мы своей задней частью почти касались вот этих вот спереди стоящих лодок. Поэтому нам сейчас дают вот место там спереди. Мы сейчас к нему подходим и будем плавненько за него цепляться. И будем стоять вот здесь вот в серединке. А здесь в серединке мне стоять нравится сильно больше. Так, Дина там с ними пообщалась и сказали, веревки ей не нужны. Сейчас нам дадут другую веревку, и мы прямо наденем ее на наши утки, и все. Так, сейчас мы так вот аккуратненько разворачиваемся, чтобы в них не въехать. Ну вот, судя по всему, и все. Мне вот это место нравится больше. Так, все, что у нас? Не-не, все, это отлично. Это супер вообще. Ты все классно сделала. Теперь мы стоим здесь. Я бы еще свое все равно зацепила. Не-не-не, я думаю, не надо. Я самолет. А эти с вами снимали. Смотри, моя лопатка. Ну, в общем, вот такая здесь инфраструктура. Здесь, конечно, такой месс и массовое паломничество всех лодок. Смотрите, какой кошмар. Он на крышу этой лодки. Это гнездо чая. Як-клаб, як-клаб, як-клаб. Пожалуйста, керемо с ланча обарка мушу. Спасибо, спасибо. Сейчас к нам приедет лодочка. Она нас заберет, потому что у них здесь работает шаттл-сервис. С 6 утра до 10 вечера. Музыка. Спасибо, что это за субтитры Алексею Дубровскому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А этот момент мне очень понравился. Ребята приехали на лодке и ныряют, проверяют муринги, чтобы ни одну лодку с мурингов не сорвало. Это очень крутой сервис, как для такой стоянки. С Бальбоа Яхт Клаб все на самом деле очень просто. Если мы смотрим на правую часть от пирса, это коммерческая стоянка, там стоят коммерческие суда и паромы. Если мы смотрим на левую сторону, тут стоят все лодки частные, либо на них люди живут, либо просто их здесь хранят. В конце пирса заправочная станция. А если мы по этому пирсу выходим наверх, там будет офис Бальбоа Яхт Клаб. Такое небольшое двухэтажное здание с рестораном на втором этаже. Общая оценка троечка. Факторы, которые повлияли на оценку Бальбоа Яхт Клаб, это огромный трафик в канале, который проходит мимо. От него идут огромные волны и вы не стоите ровно, вас все время болтает. За это мы сняли очень много баллов. Данная стоянка на Буях экстримли роли. И естественно никаких возможностей на берегу нет. Даже мусор вынести у нас была проблема. Хотя официально есть и рестораны, где выкинуть мусор. Но по факту это все очень сложно. Офис Марины практически не работает. И нам пришлось искать это все достаточно долго. И в общем за это мы поставили данному месту тройку. Хотя это наверное самое первое и самое удобное место. Если вы выходите из канала уже ближе к вечеру, то наверное здесь стать вам будет в принципе удобно. Следующее место это Марина Ля Плоита. Небольшая Марина, всего на 80 лодочек. Данное место очень удобное для захода. Расположение великолепное. Инфраструктура вокруг и рестораны, и купить какой-то базовый набор еды конечно же будет легко. Также нету лаундри. Вам придется ехать за закупками в город. Транспортное снабжение великолепное. Есть Uber и куча разных такси. Можно очень дешево проехать. Защищена от ветра хорошо, от волны не очень. Волна заходит, но в принципе это на ваше нахождение там практически не влияет. Итак в Марине всего два пирса, на которые можно ставить лодки с двух сторон. И один технический, на котором стоят паромы. Также в Марине есть возможность спустить вашу небольшую лодку, либо гидроцикл прямо в воду. Здесь в Марине также плавучие понтоны. Ну естественно, потому что приливы и отливы. Плавающий бетон на вот таких вот пальцах. Это называется фингер понтон, потому что вот он на этих пальцах ходит. Значит что здесь есть из электричества. 16-амперная синяя розеточка. Здесь желтые. Здесь обычные желтые американские розетки. Ну и маленькие, кому нужны. Вода. Ну здесь обычное подключение. Ну и там держатель для проводов. Лодки стоят вот привязанные вот так вот вдоль лон сайт. То есть потому что я уже говорил, что пингер понтоны. Хотя они здесь такие, достаточно большие. Вход в Марину. Ну и здесь вот стоят лодки. На самом деле все здесь достаточно новые. Пауэрботы стоят. И монохолы такого размера 45-55. С обратной стороны понтон для коммерческого транспорта. Ну собственно вот здесь вот так это все устроено. То есть обычная Марина. Задорого. Сюда в Марину заходит свелл. Тут можно посмотреть. Лодки все болтаются. Ну так. Кто-то больше, кто-то меньше. То есть здесь в Марине не так, чтобы вот прямо абсолютный флэк-флэк. Хотя мы уже конечно после якоринга не чувствуем. Но тем не менее. То есть тут все-таки такое движение в Марине есть. И поперек, и вдоль. Но ветер вот идет вот оттуда. Вот с той стороны он как бы так чуть-чуть подужно. Плавучие понтоны естественно опускаются и поднимаются в зависимости от отливов. Но угол спуска иногда бывает таким большим, что не держать за поручни тяжело подняться на самый верх. Возможности для стирки самые обыкновенные. Есть три машинки, которые стирают. Туда загружается большое количество белья, монетки. И дальше можно перекладывать в сушильные автоматы две машинки, которые высушат ваше белье. Но кстати, к сожалению, это происходит достаточно долго. И за один цифр, скорее всего, ваше белье посушить не получится. То есть нужно два раза будет запускать. И тогда это будет, естественно, дополнительный расход. Если вам нужно заправиться, вы подъезжаете к Динге-Понтону. И вам спускают такой длинный шланг, по которому вы можете заправить дизель. В Марине есть только дизель. Посредине Марины достаточно большая площадка, потому что с одного из пирсов подходят ферри. То есть паромы, которые идут на Исла-Табога, либо на какие-то другие популярные туристические направления. Если вы хотите поставить лодку и пожить какое-то время в отеле, здесь также есть такая возможность. При Марине есть небольшой отель. Какой он внутри, я не знаю. Теперь давайте перейдем к заходу в Марину. Точки входа все будут в описании. И дальше вы можете видеть два пирса. Пантон А, либо Пантон Б. И в зависимости от того, какой у вас будет номер пирса, куда вы будете ставить лодку, это будет либо одна, либо другая сторона. Но в любом случае, без решения докмастера, вы в Марину заходить не можете. Поэтому вы заранее договариваетесь. И потом вам говорят, уже на какое место вам поставить вашу лодочку. И выйдет на пирс Маринеро. Вы по радио с ним свяжетесь. И он примет у вас швартовый и покажет место, где вам нужно встать. Итак, резюмируем Марина Ля Плоита. Это, наверное, самое оптимальное решение, если вы хотите стоять на Тихоокеанской стороне сразу после прохождения канала. Наша оценка 4. Баллы списали мы за то, что к этой Марине невозможно не дозвониться, не списаться по имейлу. Они просто не отвечают, когда мы им на эту тему сказали. Они просто посмеялись и сказали, что они очень заняты. В Марине есть мини-маркет по цене ресторана. То есть пиво там за 2,5 доллара. В общем, абсолютно нерелевантные цены. Плюс практически ничего нету. Ну, там, не знаю, пиво, туалетная бумага и какие-то пирожки на день. Персонал очень дружелюбный. И, в принципе, стараются решить проблемы. А докмастер там вообще офигенный. И нам решал все вопросы и помогал, когда у нас были какие-либо сложности. В общем, эту Марину я могу рекомендовать со своей стороны. Марина Фламенко. Это самая дорогая Марина здесь на Тихоокеанской стороне. Она в основном рассчитана на то, что там будут стоять люди на долгий срок. То есть long term. Удобство захода великолепно. Очень простой подход. Вы заходите по большой воде. Никаких сложностей нет. Заходите прямо в Марину. Расположение на пятерочку. Инфраструктура вокруг великолепная. Рестораны, бары. Есть небольшой супермаркет. Даже есть дьюти-фри. Можно там купить все, что вам нужно. Возможность закупок очень мало. Вам нужно брать такси и ехать в город для того, чтобы купить продукты. Возможности для ремонта. Да, есть большой бот-ярд. И есть все службы, которые могут вам починить. Дорого. Да. Но если вам нужен ремонт, к сожалению, у вас особого выбора и нет. Перед Мариной мы запросили заход. И нам сказали, что чувак, ожидай. И вот это ожидание заняло полтора часа. То есть мы просто полтора часа стояли в дрейфе, а они пытались нам организовать место, чтобы наша лодка поместилась к ним в Марину. Но я не понимаю, что они там делали на самом деле. Скорее всего, просто у них было очень много работы. И они искали, просто освобождались, когда всех распаковали уже по Марине. То есть их всего было два маринера. И ассистанс они могли сделать только после того, как они сделают там все по очереди. И вот за полтора часа очередь к нам дошла. При входе в Марину вас встречает пайлот. То есть приезжает сотрудник Марины на такой маленькой лодочке. И уже провожает вас внутри Марины, потому что они понимают, что вы не знаете Марину, не знаете то, что там внутри. Поэтому вам нужно показать то место, где вы будете стоять. Поэтому они приезжают на лодке, высаживаются потом на берег и принимают у вас все лайны, которыми вы привязываете уже свою лодку к понтону. Потому что судя по тому, на какое место они вас поставили, здесь не так, чтобы прямо битком все забито. То есть увидите, что в этом месте, где мы находимся, Марина полупустая. Хотя я так понимаю, что это, наверное, гостевые понтоны, потому что лодки парусные стоят, вот вы видите, по прямой. То есть, наверное, это понтоны для владельцев. А для лодок в транзит, наверное, они ставят сюда. Ну а здесь у нас там стоят большие парусники, там моторные суперяхты и прочее, прочее. В Панаме большие приливы и отливы. То есть вот в данный момент времени мы находимся. Здесь прилив и отлив около 5,5-6 метров. И вы видите фингер понтоны. То есть вот эти столбики. И по этим столбикам вверх и вниз перемещаются понтоны в тот момент, когда приходит прилив. Вот вы видите, тут даже можно по столбам понять, где здесь у них уровень. То есть сейчас мы находимся на Миттайде. И когда мы ползем на самый верх, то из воды торчат только верхушки этих столбиков. Ну вот видите, сейчас вот здесь слева по камням, то есть вода почти до самого верха камней достает. Еще в этой Марине большое количество туристических лодок. Я имею в виду туристических, которые делают на один день путешествия, на острова путешествия. То есть высадка, посадка пассажиров. Это находится там вдалеке, но тем не менее это все достаточно занято. И очень много ферри, паромов, там туристических лодок, которые двигаются здесь по Марине. В общем, здесь так не очень спокойно. Такая каша из флота. Что реально очень удобно, это то, что на понтонах стоят вот такие баки. Не нужно ходить с мусорными пакетами никуда. Просто вот из лодки вышел, вот в бак бросил пакет свой с мусором и все. То есть вот видите, что там через каждое буквально 50 метров и туда вот дальше стоят мусорные контейнеры. Просто бросаете туда пакет. Все, это суперудобно. То, что не нужно с этим бегать там непонятно куда. Стоимость дизеля здесь на заправке 4,25 за галлон. Это дизель и по-моему 3,80 это бензин. Ну то есть цена на топливо в принципе обычная, ничего такого сверхъестественного. То есть на мой взгляд это не Марина, а большой торговый центр, в котором еще и продают билеты на паромы. Но немножко сбоку стоят лодки. И если по нему пройти, то есть бот-ярд, в котором лодки стоят на драй-доке. И с ними происходят различные ремонтные работы. Говорят, что здесь неплохие ремонтные работы ниже ватерлинии. Но опять же я уверен, что здесь все очень дорого. Фламенко Марина разделена на несколько зон. Когда вы заходите, с правой стороны идут овнерские зоны, в которых владельцы держат свои сейлингбот и пауэрбот. Далее более в глубину идет зона, в которой стоит коммерческий транспорт. Такие как небольшие паромы и другой транспорт, который используется в перевозке пассажиров. А с левой стороны это либо транзитные понтоны, либо гостевые. Отсюда также выходят лодки, которые катают туристов на рыбалку. Такой микро-чартер. Ну и такие как мы, кто приезжает, чтобы постоять день-два и уйти. Также здесь на гостевом понтоне есть заправка. Резюмируем. Марина Фламенко общая оценка 3 за счет того, что Марина очень дорогая. И если вам нужно в нее попасть, то можно кричать полтора-два часа, чтобы вас такие завели снаружи вовнутрь. Самостоятельно зайти в эту Марину нельзя, потому что там большой трафик на входы и на выход паромов. И они обеспечивают это в первую очередь. Ну и плюс нужен, чтобы был Маринеро на пирсе, который вам поможет со швартовкой. Потому что в данной Марине все гостевые пирсы расположены так, что дуют поперек. Это не страшно, потому что места очень много. Но тем не менее, вам придется постараться. И желательно, чтобы был человек на берегу. И они со своей функцией справляются хорошо. Но за счет очереди это может растянуться на очень долго. И естественно, если вы подходите и они очень заняты, на радио они не отвечают. Поэтому не теряйте надежды. Несколько раз нужно кричать и потом в итоге они таки ответят. Ну и, как я уже говорил, огромное количество ферри, которые ходят через Марину, это просто какой-то кошмар. То есть, на мой взгляд, 3 балла это объективная цена Марине Фламенко. Все, переходим теперь к якорингам. Якоринг Ля Плаита. Это большая территория, которая хорошо защищает от любых ветров. Северный, восточный и западный. Но если южный, то будет стоять очень некомфортно. Заход очень простой. Пришли, бросили якорь на свободное место. Свободных мест много. Глубина около 7 метров на отливе. Дингидог есть в Марине. Инфраструктура и безопасность, в принципе, хорошая. Не было случая воровства. Ну или об этом мало кто знает. Здесь вообще на Дамбе и на островах питание только в ресторанах. А если вам нужны продукты, нужно ехать в город. Транспорт работает великолепно. Защита от ветра от Северного очень хорошая. И защита от волн ужасная. Потому что рядом проходит Панама канал. И большие суда делают большие волны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Итак, резюмируем якорную стоянку возле Марины Ля Плаита Я бы сказал, что это хорошая якорная стоянка, если дуют северо-восточно-западные ветра Отличное расположение, очень удобная транспортная развязка Минус, нету некоторых возможностей, такие как, например, постирать вещи Вам придется ехать, потому что в Марине есть своя лаундри, но только для клиентов Марины Если вы платите за тузик док, то вы не являетесь клиентом Марины и этими сервисами пользоваться не можете Мусор также можно выбрасывать Очень серьезный минус в якорной стоянке, это то, что выходят из Марины и Ферри И это паромчики, плюс рядом канал, то есть вы стоите весь день постоянно, у вас такое родео Но ночью, в принципе, все более-менее приемлемо и вы сможете поспать хорошо То есть, если вы на день уезжаете, то эта якорная стоянка для вас отлично подходит Теперь переходим к самому большому и самому известному якоренгу Ля Бриса Это якоринг, который, в принципе, наверное, знают все, кто стоит на якоре в Панама-Сити Огромная территория, глубина может быть даже 4 метра на низкой воде А так обычно 7-8 метров Возможности ремонта, как во всей этой экватории, есть Можно найти ремонтников, и они приезжают на якорь без проблем Защита от волн, защита от ветра плохая То есть, если дуют ветра северо-восточно-западные, здесь вообще стоять нельзя, очень роли Если ветра южные, тогда это отличное место, и да, здесь можно стоять, и будет вам удобно Якоринг Ля Бриса реально огромный Там стоит несколько сотен лодок И в основном это те лодки, на которых люди живут, либо работают Еще огромное количество разного коммерческого транспорта Такого, как буксиры и прочие лодки В общем, здесь есть жизнь, здесь есть инфраструктура, которая позволяет людям жить на низком бюджете Потому что в этой акватории это единственная возможность находиться, не платя за весь якоринг и живя на воде в своей лодке Итак, резюмируем якорную стоянку Ла Бриса Есть дингидок, говенный Стоять на нем неудобно, много лодок, которые привязаны друг на друга, но тем не менее, это возможность бесплатного выхода на берег Если же все-таки у вас, вы готовы заплатить какое-то количество денег, я бы пользовался Мариной Ля Плоитой Потому что она более безопасная Здесь же, несмотря на то, что находится база Аэронаваль и акватория под присмотром Всегда есть те, кто, может быть, захотят чем-то поживиться Потому что лодок стоит здесь сотни И когда много лодок, может найтись кто-то, кто будет нечестный на руку И никто об этом не будет знать Хотя особых случаев не было, но когда много лодок и лодки такого спорного вида Я бы сказал, что есть такая возможность Я ее, во всяком случае, для себя не исключаю Данному якорингу я ставлю оценку 3 За счет того, что очень неудобно бывает выходить на берег Плюс ветер, если северо-западно-восточный Тогда там просто ужасно и нужно переходить на другой якоринг Теперь давайте рассмотрим марину Вистамар Которая находится в 40 морских милях на удалении от Панама-Сити Да, это самая далеко расположенная марина на Тихоокеанском побережье Панамы Но с другой стороны и самая дешевая То есть цены на ежедневную стоянку и на стоянку помесячно Сильно отличаются в меньшую сторону от других марин, о которых я рассказал вам ранее Марина расположена где-то в часе езды до Панама-Сити То есть добираться вам придется достаточно далеко Но с другой стороны, если вам нужно закупиться продуктами Или что-либо отремонтировать у вас на лодке Все эти возможности есть под боком И это совершенно недорого, если взять местное такси Либо паблик транспорт ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я за ним еду А, я их вижу, да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, ребята нас поставили вот так вот на понтон Сделали все четыре человека Я даже попой не пошевелил Посмотрите, веревочки уложены Рулетиками скручены Этот скручен рулетик Я такого сервиса не видел еще никогда Когда они взяли Вот эту утку И просто открутили Вот гаечный ключ И сдвинули ее И сдвинули ее Вперед Чтобы нам было удобно Вот такой вот сервис В этой Марине А теперь небольшая Рекскурсия по Марине Мы зайдем в ресторан И посмотрим, что нам предлагает Местное меню ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, лаундри здесь очень неплохое Единственное, что для его включения Нужно идти в Марину Там оплачивать И они выходят И вручную включают Эти машинки То есть машинки новые Коммерческие А система включения Какая-то очень странная В Марине есть небольшой микромаркет Цены немного больше, чем в любом супермаркете Но зато это все под боком Можно прийти И сразу по месту купить Также есть небольшая выпечка Кондитерка Ну, все такое очень по-местному Очень минимальное Вот такое вот в этом прекрасном кафешечке Еда Что у нас из еды? Корона А что это? Мамочки! Дуйся, трес, лечись! А чем ты их есть будешь? Ножечки не взял? Вот у меня есть юлочка Не завидуй! Не завидуй! Рядом с Мариной Есть великолепный пляж И особенно на отливе Когда оголяется весь песок По нему шикарно гулять Потому что он в ширину Становится, наверное, метров 150 А когда идет полный прилив На берег выезжают рыбаки И у них можно даже, наверное, купить свежую рыбу Потому что они ловят где-то рядышком И потом все деревни затаскивают свои ланчи на высоту Которая идет выше прилива И там их оставляют уже на ночь А на следующий день опять идут на рыбалку В Марине есть dry dog То есть там лодки стоят либо на сезонном хранении Либо на ремонте Возможности в Марине достаточно неплохие Для того, чтобы эти лодки можно было неплохо очинить И приводить в порядок Ну, естественно, антифолинг И все сопутствующие материалы В наличии, конечно же, есть ПЕСНЯ Если вы хотите ходить по островам архипелага Лас Пёрлос И у вас много барахла В Марине можно снять такую небольшую кладовочку Где хранить все барахло, необходимое для ремонта Либо просто для того, чтобы не возить его с собой Ну, в Марине есть еще небольшой спортивный зал Это входит в стоимость Марины Все тренажеры достаточно примитивные Но, тем не менее, если хочется немного физической активности То можно что-то придумать Ну и дальше в глубине помещения Есть зона отдыха Есть книжки, можно обменять Есть игры Хотя помещение, конечно, к этому не располагает Итак, резюмируем Марина Вистамар Я бы поставил данной Марине пятерочку Если бы не ее расположение Все-таки из Марины добираться в цивилизацию Это нужно потратить достаточно много времени Но если вы не планируете куда-либо выезжать А планируете просто покинуть Панаму, например, в сторону Маркес То это идеальное решение Подготовить лодку, закупиться продуктами Подготовиться и выйти уже в свое дальнее путешествие По минусам, которые есть в Марине Это не очень хорошая защита от ветра Да, ветер здесь в основном дует с берега Ну, во всяком случае, в тот сезон Который вам будет нужен для выхода через Тихий океан И это единственный регион, который очень сухой в Панаме То есть, если вы привыкли к высокой влажности Здесь вам будет немножечко суховато Но для кого-то, наверное, это и неплохо Ну и последняя марина, о которой я должен упомянуть Это Марина Пёрл Айленд Это марина, которая находится на Исла Педра Гонзалес То есть, острова архипелага Лас Пёрлос Но если вы хотите находиться вот в этой акватории То, возможно, вы сможете воспользоваться этой Мариной В данном случае мы там не стояли Но мы задали вопросы людям, которые знают, что там происходит Марина для захода очень удобная Вы просто заходите и всё Стоят в основном рыбацкие лодки местного населения Богатые, дорогие В Марине безопасно С питанием сложно, потому что оно только для посетителей резорта Закупок там нет Это острова Нужно понимать, что в этом регионе ничего нет Есть небольшая деревушка Всё Сейчас вы видите остров Исла Педра Гонзалес С восточной стороны Это бухта, куда приходят лодки и бросают якорь А сейчас вот отмечена марина Которая находится с другой стороны острова Для того, чтобы попасть в Марину Нужно обойти небольшой мыс с севера И вы попадаете в бухту В которой есть волнорез, защищающий Марину от приходящего свела А несколько миль в сторону Напротив, есть небольшая деревушка В которой, в теории, можно купить какие-то продукты Ну что, народ, где стоять в Пасифике? Я надеюсь, вопросов у вас больше нет Пожалуйста, пользуйтесь данной информацией Все ссылочки на Марины будут в описании И не забываем подписываться на канал До встречи в следующем выпуске Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok